Азуняшка Как давно вы появились и зачем вы поместили трусы на логотип? Я создал команду в 2013 году в мае для участия на первом сезоне RSTL, российской StarCraft 2 командной лиги. И изначально мы собрались на форуме SKZ TV в ветке про аниме. Поэтому название придумал я, потому что мне показалось очень забавно поменять одно слово в название одной группы из одного произведения. И выглядит это очень органично. А саму лого на самом деле придумал не я, а один из самых больших помощников для меня в то время, в 2013 году. Павлентий его звали. Он придумал просто вырезать кусок картинки, эротического содержания картинки. И выглядело очень смешно, достаточно емко и новое. Мне очень понравилось и мы решили это взять нашим логотипом. Когда развивался ваш коллектив, какие были успехи, какие были игроки? Ну, соответственно, мы начинали с самого низа, получается, начинали где-то с уровня, как сейчас, на период сегодняшний, там 3500, наверное, ММРа внизу были. И вот постепенно набирая новых людей и улучшая свои навыки, в принципе, сейчас у нас есть такой достаточно конкурентоспособный состав на уровне 5500-6000. Соответственно, с фаворитом и флагманом команды Арктуром, Матвеем, тоже Тераном, который в команде, по-моему, с 2014 года находится. Это Ринка Каноэ, он же Форейнер, он же Леша, он же Вова и там 200 тысяч еще никнеймов, тоже сильный игрок из Азергов. Из известных имен у нас был одно время Спелсингер, был Радикал, соответственно, Дитрих. Кто там у вас еще такие имена? Лост. Да, Лост он, да, был в Эмпаке потом. Это уже довольно топовые игроки, ГМЛы. Да, известные достаточно на Гудгейме особенно игроки. Наверное, кого-то еще забыл, но всех ты не помнишь. Но сегодня мы на лайвне в составе, как бы, я с Внукасури, Арктур. Приехали из Екатеринбурга как раз вот Ринка Каноэ и Матвеем специально поучаствовать. Паникс наш молодой игрок, Терран Мастер Лига. Так, я никого не забыл, да? Да. Ты тоже играешь? В принципе, да, но сегодня я больше менеджерскими делами занималась. В каком уровне ты играешь и что сделаешь в команде? В команде я менеджер, в скобочках дизайнер, в скобочках игрок третьего состава, в скобочках SEO. Но, в принципе, вокруг 400, 4-400, грубо говоря. Как-то так, зерк. Это неплохо. Стараюсь. Как вы бы заманили Арктура к себе? Это не твоя заслуга? Ой, нет, этим у нас ДСУ занимался, так что все лапы. Ну, с Артуром я его как игрока знаю достаточно давно. Мы с ними играли на РСТЛ и на других командных лигах. Он был тогда в Эссельте. Достаточно хорошая команда была, я так с ними контактировал. Я в итоге потом обнаружил, что эта команда развалилась. И подумал, как бы, жалко, что человек нигде не участвует. Я подумал, если он в другие команды не захотел пойти, как бы предложил ему к нам вступить. Добавил к нам в Дискорд сервер, он так осмотрелся. Ему, в принципе, понравилось, и он после этого стал с нами играть. Ну и, соответственно, мы закрепили знакомство потом на совместной, так сказать, чаепитии. Так что вот теперь он у нас в команде, блистает и очень классно играет. Всегда приятно на него смотреть. Он тоже анимешник, получается? Ну, я бы не сказал, что прямо у нас команда анимешников в общем понятии. Она как бы была изначально таковой, а сейчас у нас просто люди, которые разделяют мнение, что аниме — это не просто мультики. То есть как бы там реально есть что посмотреть человеку любого возраста, и как бы это интересно. То есть люди без предубеждения, что аниме для лохов, или как там называется в интернете, да, как обычно это. Типа аниме на Ави, мать где-то там непонятно где. То есть такое выражение есть. Мы как бы так не считаем. В целом как бы осталась такая стилистика, всем она нравится. Она так прикольная, получаем много фидбэка насчет нее. И в целом как бы задаем тон такой неформальный и дружелюбный на всех там кланварах, ивентах. Как бы сразу понятно, что мы не какие-то там фармилы. То есть то, что ну как бы как я и хотел. У нас как бы основная цель — это фан и способ провести время, а не там выиграть все на свете. Вот, поэтому как бы получается очень хорошая синергия между стилистикой и как бы направлением. В чем еще проявляется ваша анимешность? Возможно, вы как-то обсуждаете аниме. Возможно, у вас в группе постятся анимешные, там, не знаю, картинки или что-то еще обсуждение. Ну да, у нас бывают иногда мемасы командные в аниме-стилистике проскакивают. Ну и в принципе, любой человек может нас спросить рекомендацию в этом плане. Мы никогда не отказываем. Бакуна Пика не советуем. Вот это вот все. Что ты можешь порекомендовать человеку, который еще не знаком с аниме? Что ему нужно посмотреть в первую очередь? Ну, я бы с классики, наверное, советовала начинать, например, Хаяо Медзаки. Полнометражки хорошие. ДСО, опять же, более грамотен в этом плане. Некоторые, допустим, не считают в Медзаке аниме как отдельное искусство? Ну, как бы да. В целом, это вот твое высказывание можно рассматривать как комплимент всему аниме, на самом деле. Но по факту это аниме. Одно из направлений такое хорошее. Но в целом тоже я с этим соглашусь. Потому что есть такой раздел, как бы, вот этого аниме, которое как бы более масс-продукт. То есть там именно кучу серий снять, кучу эфира запустить. И бывает там, конечно, не такое высокое качество получается продукт. Но из этих аниме, которые вот выпускаются по 20 минут обычно, там тоже есть очень неплохие. Там, например, всем рекомендую посмотреть аниме Джоджо. Вот, очень хорошее. Потом научитесь делать очень классные позы. Вот таких. Вот. Очень смешное аниме, качественное. Я вот в основном люблю комедии. Вовлекаетесь именно аниме или вообще японской тематикой? Ну, лично я, в принципе, всю японскую тематику люблю. Но аниме как-то более нашло отклик в моей душе. Ну, именно японского. Мне как бы нравится статистическая... Ну, поскольку-поскольку, как бы, она прикольная. Ну, бывает и получше в других странах света, да. Не только в Японии хорошая там архитектура или там устройство. Именно японского, кроме аниме, я могу выделить музыку. Я люблю музыку японскую слушать. Мы как раз вот с этим, с людьми пересекались по плане музыки еще. Там есть понятие такое. Доджин музыка — это некоммерческие проекты людей, которые делают аранжировки на всякие известные мелодии. Ну, например, как у нас бы делали бы аранжировку там... ...игры это «Волк и яйца». Там у них есть своя хрень. Называется «Тоха» серия. Вот там вот они делают аранжировки, куча разных. И очень мне нравится, потому что японцы, они такие дотошные люди. Они там сидят, сидят, сидят. И как выдадут какую-нибудь крутую тему. И вот тут в музыке тоже дотошность это проявляется. И я как бы... Мне потом тяжело, например, слушать не японскую музыку, потому что чувствуется, что не столько времени потрачено на нее, в общем. Хотя это некоммерческий проект тоже. Главный вопрос. Почему Кугар у вас не в команде? Ну... Кугар у нас очень любит фотонить, а наши игроки очень плохо от фотонок отбиваются, поэтому... То, что я сегодня его с фотонил, это как карма прилетела, я считаю. То есть только в игре это дело никаких там... То есть у вас нет разногласий на уровне аниме. Возможно, ему нравится что-то одно, вам нравится что-то другое? Ну, в целом, я с ним как бы прям так плотно не общался особо. Вот. И не знаю, когда он был без команды, я, может быть, не догадался ему предложить к нам вступить. Либо он не проявлял особого желания в какую-то коллектив вступать в то время. Я точно не помню, что именно было. Но, как бы, мы открыты к диалогу. Любые желающие могут писать нам. Мы, как бы, не звери. И там у нас нет каких-то критериев, что тот, кто посмотрел тысячу тайтлов, того берем в команду. А кто посмотрел 999, того не берем. Такого у нас нет. То есть... И можно не смотреть аниме и у нас в команде находиться. То есть у нас, например, есть парень из... Он из Дагестана, да, по-моему? Из Дагестана, Ниган. Он... Они мы вообще не любят, но у нас прижился, потому что он просто адекватный, нормальный парень. И его устраивает наш коллектив. Вот. Вы, наверное, обгнобите его там как-то, оскорбляете? Ну, он пытается нас это заставить своим поведением иногда. Но мы держим себя в руках. Мы спокойны. Мы напились чая и все спокойно. На вас вот только что прорывался другой менеджер. У вас какие-то были недопонимания с командами на лиге? Или... А, если я правильно угадал, это команда Advent, которая, да? Там был такой эпизод, в котором я стримил кланвар на какой-то лиге, не помню какой. Вот. И я слишком уж сильно, по его мнению, критиковал его игроков. То есть слишком окрашивал ошибки игроков в игре. То есть я, как бы, это мой стиль комментирования. Я всегда всех разбираю по кирпичикам. Я, как бы, считаю, что это одна из самых важных частей, как бы, в команде. То есть ты по кланвару даешь фидбэк игрокам, чтобы они работали над своими ошибками, могли пролистать запись и потом посмотреть, что я сказал. Как бы, и может быть, я что-то сказал действительно нормальное, а не какую-то поргу. Вот. А там была такая ситуация, что у нас были очень сильные игроки. По-моему, Макзиро там играл в основном. У нас вот Макзиро есть еще, я забыл его про 5500-5700 ТОС. Он, по-моему, там чуть... Или, блин, нет, все-таки Альфа-лига, по-моему, была. По-моему, Альфа все-таки. Да, в общем, Альфа-лига – это когда формат соревнований пролиговый. То есть первый игрок с первым, второй со вторым и с другой командой. Вот. И там получилось просто... Наши игроки были слишком сильны на фоне оппонентов, поэтому основной шквал критики шел на них. Поэтому это казалось, как будто я реально с предубеждением отношусь. Но на самом деле я так всегда комментирую, я вообще не обратил внимания, что я что-то не то сделал. А потом как бы удивился, что на меня как бы обиделись. Твои тиммейты не обижаются? Ну, это надо у них спросить. Напишите в комментах, вы обижаетесь на меня или нет. Я вас точно не забаню. Кстати, ты стримишь на Кудгейме, да? Да, я в основном, если получается стримить, в последнее время не очень часто получается стримить, у меня что-то комп дурака валяет. В основном я стримлю клан Вары на Альфа-лиге, на ЕСЛ, на Варде-лиге. Ну, а всех других основного состава. То есть у нас в основном составе парни 5500+. То есть, в принципе, там есть что посмотреть. Интересно. Вот, я стримлю на Гудгейме, на командный канал. Слэш направо, Hukagate Team слитно. На Ютубе у нас 100 подписчиков нет. У нас нет хорошего имени. И на Твич тоже Hukagate Team. Ну и все. Ссылку на Гудгейме мы оставим в комментариях, так что можете посмотреть. Ты не стримишь? Нет, я не считаю нужным стримить свой низкий уровень игры. Возможно, если когда-то научусь играть, я начну. Возможно, кто-то будет посмотреть не на уровень, а потому что играет девушка. Это редкость. Ну, я не считаю, что использовать свое так называемое гендерное преимущество – это правильно. Поэтому не буду обкрадывать мужских игроков. Как это назвать-то? Игроков мужского пола. Ну, у всех стримеров есть своя аудитория. Кто-то смотрит чисто на лицо, кто-то на уровень игры. Есть девушки, которые более сильно играют. Ну, я просто… не знаю. Хотела-то спросить у девушки, как ты относишься к Скарлетт? Отлично отношусь. Хороший игрок. Она негативно не влияет на женский старкрафт? Нет, я бы сказала наоборот. Когда Скарлетт выиграла на Олимпийских играх, женское комьюнити очень сильно выросло. Девушки стали более уверенными, женские турниры появились новые. То есть… Да. Отлично. В завершении, расскажи про ваши планы. Какие дальше будут турниры? Возможно, план Вары? Так, ну, в ближайшее время у нас конец года, поэтому все лиги, они, в принципе, идут к логичному завершению. Мы в данный момент играем на ESL, вот, как команда. Ну, там, не знаю, что у нас получится. Там, как бы, игра ни за что, как-то, ну, игра ради игры. В общем, это полутренировочная лига, ничего такого серьезного. Вот. А будут лиги, соответственно, новые Альфа, там, может быть, РСТЛ разродится на новый сезон, там, конечно, будем участвовать. Основная у нас цель на ближайшее время – это попытка все-таки найти каких-то спонсоров, может быть, даже титульного, и помочь нашим топовым игрокам, ну, вот, как Арктур и, там, Рин, там, Макзира тот же самый, там, Матвей. Может, у них будет желание куда-нибудь ездить почаще. Вот, они сегодня приехали в Москву первый раз поиграть. Вот, хотелось бы, конечно, иметь возможность им... Хотелось бы им помочь не только с жильем, но и с проездом, и с всей фигней остальной. То есть, да, вот, попытки ведутся, но, как бы, пока не очень. Ну, вот, мы надеялись, что, сделав такую форму, может привлечь в чем-то к себе внимание какой-нибудь организации. Мое внимание вы точно привлекли. У нас есть такой канал «Позитив.ФМ». Там рекламируют книжное пелье. Возможно, вам стоит к ним обратиться. Ну, самое смешное, куда я обращался, это производитель хентайных игр американский. Они пока не это... Они проглотили информацию и пока переваривают. Вот. Но было бы очень смешно, представляете? То есть, у меня вот тут будет еще патч, там, какой-нибудь там название фирмы точка ком, да? И там заходишь туда, а там, как бы, не просто трусы. А то, что ты под ними, да. То есть, тоже будет приколюха. Ну, то есть, основная, как бы, цель и движение – это все, чтобы было нам весело, нам было комфортно друг с другом и в чате, и на кланварах, и на всех других наших ивентах. Вот. Соответственно, будут ланы, мы будем приходить обязательно. Арктур будет всех их выигрывать. Вот. Мы будем за него болеть. Я буду всех ватонить. Все. Не боитесь, что его переманят после сегодняшнего лана? Я, на самом деле, такому раскладу мог бы только порадоваться, потому что Арктур – очень хороший игрок. Если его бы приняла какая-нибудь хорошая, подчеркиваю, хорошая киберспортивная организация, которая ему обеспечила бы качественный рост и на европейской сцене, и если повезет в корейской сцене, я только буду рад и буду за него болеть, и все равно буду поддерживать. И как бы в целом я все равно с ним буду дружить дальше. Это мой друг уже, а не просто тиммейт. Вот. Поэтому я только буду рад. То есть, например, если было бы какой-нибудь, например, Дженейр Арктур, я бы сказал – все, кайф. Вот. Ну, а то, что я не смог ему обеспечить такие условия, это как бы только моя проблема. Если у меня у кого-то игрока переманивают, я обычно – ну, вот я такой лох. Не смог обеспечить и лучше, чем они. Что делать? Это радует ваш позитивный настрой. Какие-то последние слова ребятам? Ну, в целом, да, если вы считаете себя адекватным человеком и цените юмор и доброжелательность, ну, и хотите играть не просто как бы под пивас гейминг, да, а именно с прицелом, все-таки небольшим таким маленьким прицельчиком на киберспортивность, то велкам, обеспечим вас кламбарами, спарринг-партнерами и вот такими классными футболочками. ДСУ, мне кажется, самое главное, забыл сказать, что зарплата у нас выдается в мемчиках. Спасибо вам, удачи!